Служба Нам сказали, как служба должна была закончиться. В дополнение к этому нам говорили, не волнуйтесь, у вас будут все льготы, вы получите хорошую государственную работу, вы будете в порядке, мы позаботимся о вас. Так что дается много обещаний о том, что будет, когда ты уволишься, но как только они блокируют твои воспоминания, делают регрессию возраста, им уже ничего не нужно делать. Они возвращают тебя в место, откуда тебя забрали, говорят, вперед, наслаждайся оставшейся жизнью. Такие обещания всегда выполняются для топ-менеджмента МКК. Ага. Да, эти люди правда получают работу, когда возвращаются. Сколько тебе лет? У меня есть виртуальный возраст и настоящий возраст. И виртуальный возраст, это насколько я выгляжу в этом физическом теле. И мое физическое тело, хотя мне говорят, что я выгляжу моложе, выглядит на 48. А мой настоящий возраст, в этом году мне будет 83. То есть прибавляем 20 лет службы, плюс больше 10 лет периода подготовки. Так что это больше 30 лет дополнительного времени и опыта, который я прошел, но который не видно в моем теле, потому что меня поместили в более молодую версию меня, когда мне было 37. Итак, мой бригадный генерал является одним из командующих генералов в особом отделе Корпуса морской пехоты США. Мы регулярно общаемся, я регулярно получаю информацию от него, пару раз в неделю. Мы очень тесно общаемся, последние 6-7, почти 8 лет уже. И мне не разрешается знать, сколько ему лет на самом деле. Большинство командующих генералов, когда им переваливается 100 лет, они перестают говорить о своем возрасте. И отчасти это связано с внутренним настроем. То есть мы знаем, что по мере старения людей, если они считают и чувствуют себя моложе, они обычно остаются молодыми. А люди, которые стареют быстро, часто стареют быстро, потому что говорят себе, «О, я чувствую себя таким старым». То есть если у тебя за 100 лет, даже если у тебя есть технологии, которые помогают тебе чувствовать себя, выглядеть моложе, если ты все равно будешь ходить и говорить, «О, мне будет 115 в этом году», такой настрой заставит тебя чувствовать себя старше и мешать технологии, поддерживающей тебя молодым. Поэтому, похоже, как только им переваливают за 100 лет, они просто не говорят об этом. Но он уже был офицером во время Второй мировой, так что это дает некоторое представление о его возрасте. Ему больше 100 лет. Так как мы используем это на людях лишь несколько десятилетий, это продолжительность, которую мы достигли для персонала сейчас. Но теоретические цифры достигают столетий или дольше. То есть, может быть, кто-то даже сможет жить больше тысячи лет. Но мы... Насколько мы знаем из того, что мы уже умеем, и того, что наши инопланетные друзья и соседи говорят, мы думаем, это будет вполне реально позволить людям жить 400, 500, 600, 700, 800 лет с этой технологией. Итак, ты сказал, что тебя поместили в клонированное тело. Верно. Ты видел резервуары для клонирования? Я их не видел. Нет. Я слышал о них от других людей, но сам их не видел. Я был без сознания во время этого процесса, поэтому я не могу ничего рассказать о самом процессе, так как был без сознания. Почему они просто не использовали твое тело для омоложения? Почему им понадобился клон? На это есть несколько причин. Отчасти это связано с тем, чему ты научился в том теле, что ты пережил в том теле. Предположительно, клон понижает физиологическую и клеточную травму. Я лично не чувствую, что травмы меньше, но, опять же, все могло быть гораздо хуже, если бы я был в своем родном теле. Возможно, я чувствовал бы себя хуже сейчас. Так что мне трудно сказать, но... Должны быть причины, которые полезны для меня, и которые полезны для них. Наверное, если бы у тебя была клеточная память, ты вспомнил бы все гораздо быстрее. Я думаю, это главная причина, да. Возвращение воспоминаний напрямую связано с этим, я думаю. Теперь, выполняйте операции в космосе. Ага. Сколько в среднем люди служат там? Это 20-летний срок службы. Точка. Это минимальный срок, 20 лет. Есть старшие офицеры, есть старшие офицеры, которые служат дольше. Я помню, как разговаривал с капитаном Наутилса и говорил, вот, когда я закончу свои 20 лет. А он такой, пш, счастливый. А я спросил, когда ты идешь на пенсию? Он говорит, ха-ха, когда я сдохну. Когда я сдохну. О, боже. Ему было за 50, и он говорит, мне еще минимум 20 лет. Я говорю, в смысле? Он говорит, у тебя контракт на 20 лет, а у меня контракт на 40 лет. Я говорю, ого. Я так и думал, раз они могут делать все эти вещи с телом. Да. То есть ты служил больше 20 лет, верно? Ты планируешь продолжать службу до конца жизни? Это то, что ты бы хотел делать? У меня на самом деле нет выбора. Нет выбора. Контракт офицера. Когда ты становишься офицером, у тебя уже новый контракт, и ты даешь новую присягу, потому что есть небольшая разница в твоих юридических обязательствах и присяге, которые ты даешь, как рядовой и как офицер. То, что мы называем в особом отделе корпуса морской пехоты пожизненным офицерским контрактом, это официальная формулировка, значит, что технически, даже если я уволился, в кавычках, я уже много лет ничего не делал, мне 98 лет, я иду с ходунками, я очень сомневаюсь, что ты дойдешь до этого. Ты просто полетишь в космос и получишь новые ноги. Вот об этом я и говорю, мне может быть 99 лет, я могу говорить, о, я старик, и они могут сказать, ты нужен нам для чего-то, слушай, у нас есть новое 30-летнее тело для тебя, как насчет, и кто откажется от такого? Это круто. Но правда в том, что я юридически обязан по контракту, так что, честно говоря, пока я жив, они могут позвонить и сказать, ты нужен нам для этого или для того. Они могут реактивировать мой статус, и я буду обязан по контракту и согласно присяге прийти на службу. Субтитры создавал DimaTorzok